По машинам! Welcome! Спасибо, Мань! И самое обидное, это проиграть на последних минутах. Как будто в сауне вентилятор включили! Я в этом смысле чуть-чуть туго думал. Это прям, прям испытание. Как бы это было весело! Опять же, это не хорошо, не плохо. Это мы, Локи, или все нарушают? Трое автоблогеров отправляются в самое экстремальное в своей жизни путешествие. Известный хамеровод Влад Шеренговский, автоспортсменка Мария Найт и дипломированный механик Данила Колесников уже прошли совместное испытание. В конце марта на трех разных машинах ребята проехали всю страну и приняли участие в гонках на льду Байкальская миля 2022. Этим летом они встречаются вновь, чтобы принять участие в гранд-туре ралли «Шелковый путь». Профессиональный ралли-марафон впервые позволил всем желающим прикоснуться к большому автоспорту. Участники гранд-тура будут жить в палаточных городках-бивуаках рядом с профессиональными спортсменами, выезжать на боевые участки ралли, а также выполнять свои задания гранд-тура. Изнуряющая жара, песок, бездорожье – выдержать ралли-марафон смогут не все. На этот раз наши герои едут в одном экипаже – на желтом хаммере Влада. У каждого своя роль. Влад – пилот, Маня – штурман, Данила – механик. Станут ли блогеры настоящей командой и смогут ли покорить «Шелковый путь»? Да, шестеро-одна. Доброе утро. Значит, раннее прибытие не пенализируется. То есть шесть тридцать – это максимум времени, которое вы можете потратить на этот путь. Ой-ой-ой, вот это мне не нравится. Поняла, кавой – пятнадцать. Спасибо. Чтобы вы понимали, нам по «Набигашке» ехать пять с половиной часов, а нас дали всего шесть с половиной. То есть, короче, все четко двигаем, присылаю точку, куда едем. Да. Что, едем? Да. Поехали. Направо. А по февозам русско-калмыцких отношений стала эта встреча. Кто же это? Найдите его по дороге на этапе, и вы узнаете, что подарил Петр Первый своему союзнику пресс-встречи. Короче, я нашла почитать вам? Давай. Встреча калмыцкого хана Аюки и Петра Первого. В пророссийских настроениях Аюки хана важную роль сыграла незаурядная личность Петра Первого, с которым он лично встречался. Петра Первый подарил Аюки хану дорогую саблю. Красиво. Ну и где эта сабля? У меня нет понимания точного, где находится этот. Памятник? Я не скажу так, да. Он ведет вообще в другой населенный пункт. В какой? Нет, я нашла. Ты как, нормально едешь? Да? Ну что? На автопилоте. Монотонная, длинная дорога с подъемом в пять утра, конечно, вымотала нас абсолютно так, что мы, как три скотины, как он называется, плохой экипаж друзей, которых нельзя брать с собой в путешествие, спали. Ладно, поспал сегодня час сорок, меньше нас всех, и мы еще как-то можем прикорнуть дороги. А ему же это никак невозможно сделать. Я кайф. Я пытаюсь ловить удовольствие от каждой минуты. Получается? У меня, да. Я надеюсь, это так же хорошо получается у членов моей команды. Может, спросим памятник? Не наблюдаю. Ну, давайте спросим у этого человека. Как называется памятник? Здрасте. Подскажите, памятник где-то есть? Какого-то хана. Улан? Рыбаку? Нет. Хану. Хану. А, это в последнем хану, да? Да. Юкия. А, вот здесь, спросим. Да, по площади туда пройдете. Аюкахан. Аюкахан. Лучше ехать или пешком идти? Не, пешком можете отсюда машину оставить и вот так пройтись. Мы быстро осматриваем местность. Кремированный хан. Смотри, вон туда арка куда-то ведет. А не подскажете, а где памятник хану? Балет. Не знаю, где памятник Аюки-хану. Аюкахан? Да. Аюкахан в самом центре. В центре там, вот где почта, там в центре, и там поворачиваем. Далеко? Спасибо. 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 Одесса и обратно. Да, почта на фоне, мы там. Мы нашли эту статую, разгадали квест, который нам дали организаторы. Все. Мы в городе как? Лагань? Лагань. Это Калмыкия. Отойдем. И пропустим ребят. Когда мы нашли эту метку, с разных сторон, как тараканы и другие команды гран-тура, вот это было очень эффектно, как хотелось это на камеру поймать, так чтобы передавал вот эту атмосферу, как все ищут, читают. Ну вот парни тоже вместе с табличкой. Все. Улыбочку. Всей командой находится на фоне статуи. Сфоткайте у нас плюс тоже, ладно? Получилось, не получилось. Вертикально сделать? Ну, да, пусть с Ханом, конечно. Вертикал? Да. Можно я хочу быстреецев, и он на нее сめ ет. Ah! Все, едем — вот так. Ну, короче... Почему-то мы едем всегда в притирку по этому поводу Влад нервничает. мы тоже немножко переживаем не то чтобы это понятно что не корову проигрываем но все равно как-то какое-то некое напряжение по этому поводу присутствует а как раз нет круизе нет что подобный был у тебя на круизе нет не хочешь подкинуть чтобы мы ехали 88 или 89 у меня 4 передачи нет я еду 2000 оборотов я хочу как минимум доехать до конца гран-тура ну понятно 2000 оборотов на 3 передач или предел да мне дал такую рекомендацию мастер который перебирал сказал пока нет 4 передачи щелок 2000 оборотов и катайся так на желтый хаммер едет сейчас на 3 передача к сожалению то та проблема которую мы не можем решить вот так вот в поле нам нужно достаточно много специального профильного оборудования инструмента и время самое главное время которого у нас нет и здесь нет возможности чем-то пожертвовать потому что эта проблема в которой можно углубиться не решить ее и остаться ни с чем в моем понимании вообще есть ездили надо вы на двух точных оборотах тошняет тоже нагрузка на моем понимании 2 с половой ему дышится спокойнее просто примерно почти час разницы будет в общей сложности с учетом всех этих подрочек сейчас вообще не волнует меня волнует потому что коробка потом 200 косарей отдавать на переборку я уже сто семьдесят на колеса выкину зачем здесь переборка коробки расскажем обороты обороты мотора я тебе еще раз говорю человек который перебирал ее дал такую рекомендацию я тебе объяснил позицию с которой я еду именно так мане надо все сейчас и быстро опять же это не хорошо не плохо просто разные люди разные темпераменты по-разному принимает решение по-разному переживает получать свой опыт мне нужно всегда временно обдумывание я в этом смысле чуть-чуть тугаду была до 5 напрягался я не из тех водителей которые всегда там учит кого как ездить но когда длительное время не участвуешь процессе являешься его немым наблюдателем в некоторые моменты понимаешь что как будто бы хотел чтобы это было не так если написала моя подруга катина бойченко она дрифтер достаточно известность как я хочу быть там с тобой я в одну секунду поняла болейн вот если бы сейчас я с катюхой в одном экипажа и гачила на какой-нибудь пусть немного на подготовленной тачке как бы это было весело и как мы грустно ехали сегодня в грозный очень долго грустно и муторно нам говорили чтобы блокпосты на дорогах говорили что поскольку мы все заранее отправляли все свои документы все и звонки прошу вас спасибо спасибо большое волкам махачоколад 284 это был лучше в дагестане нет вообще первый раз 100 метров направо да ладно а дальше куда мой какой смотрит туда надо как-то попасть предлагайте что поле надо было походу но там на силку и повернуть очень неприятный момент потому что мы ехали этот участок он три с половиной часа длился и вот самый конец мы приезжали буквально минуту в минуту прям совсем буквально даже видели точку чекпоинта мы его видим но мы не можем туда ехать через поле ну никак нам овраги которые быстрее разворачиваемся едем обратно или надо же так выиграть две минуты и так подожди мы еще не просрали лучше они есть здесь нет разрыва просим можно туда свернуть можно повернуть очень надо повернуть можно стоит милиционер там нет разрыва сплошная линия скорее скажите нам можно нельзя он такой да вроде как там оттуда выезжают обычно навстречу поедете может быть ребята восприняли это как нельзя поехали дальше мы съезжаем на еще одну дорогу которая вроде тоже соединяется поджим поджим указать да там тоже указать там тоже указать это парковка ребят для зрителей ребят мне кажется мы делаем глупость мы не делаем глупость поехали мы по ней по этой дороге доедем ну видимо прошел какой-то очередной проезд скажи да здесь даже дорога непонятно ничего да 501 на связи разбираемся на мигации видим вас принял разворачиваемся спасибо приезжаем к финишу и в итоге на вписывают опоздание на пять минут я не знаю будет ли это пенализироваться надеюсь что нет в любом случае пять минут не такие большие штрафы но это такая глупость мы были два раза в 70 метрах от этого финиша но физически не могли до него добраться а финишировать надо на машине поэтому просто выбежать и добежать не вариант приехали на контрольную точку ехали три с половиной часа и самое обидное это проиграть на последних минутах расстроил это немножко даже нет никакого настроение идти на праздник смотреть во всей этой истории с ралли я мне даже неприятно признавать что я в себе увидел много азарта я немножко азарт так презираю чувства вот здесь я как бы раз увидел два увидел такое надеюсь это закончится ралли закончится азарт потому что с этим жить не очень удобно я медленный черепаха медленно принимающие решения со стороны смотрящие на мир азарт это вообще это другая стихия приветствую слушать а мы вот соседи ваши 501 вопрос нас все обгоняют как стоячек это мы лохи или все нарушают вот так я купаю моим 70 разрешено 90 если мы будем ехать 85 хоть мы приедем позже у нас очки будут лучше чем у тех кто едет 95 потому что везде если ты скоротил пять минут тебе накинут 10 в любом спорте где есть вот такая финализация поминутная потому что нефиг иначе бы все превышали у кого машина быстрее тот и красавчик жить на улице уже сразу тяжеловато какой-то физический труд или умственный с точки зрения навигации так далее это прям прям испытание мы приехали на площадку там должны были смотреть часть гонки она была в дагестане там же было сделано торжественный концерт для зрителей пришли местные жители были всякие песни пляски много детей в национальных костюмах достаточно интересно посмотреть на культуру правда была сумасшедшая жара это было все в середине поля сколько градусов на улице сейчас для дела пыли с песком и вот какое-то абсолютно неподходящее вообще прям для комфортного просмотра гонки или концерта погодные условия однозначно мы здесь весь состав экипажа гран тура 20 машин том числе вот например два камаза и мы здесь на финише спецучастка профессионалов и сейчас вы наблюдаете за мотоциклами баги такими же камазами мазами газами и так далее за всеми возможными участниками профессионального зачета шелкового пути разочарование на самом деле потому что нас просто привезли в поле вроде как посмотреть гонку но на самом деле это был самый финиш даже участок торможения после финиша и никакой настоящей борьбы мы не увидели на этом участке мы просто видели как люди финишировали сдавали свои дорожные карты получали свои очки и уезжали на бивак пятьсот первой машинке детей мы можем заправляться здесь на парковке мы не получим ответа соединяет запрос заправим и все порядок до грозного дотянем по машина прям сейчас сказал так 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 500 вон туда Влад включил сегодня кондей, потому что вчера мы с ним, я с ним провел разъяснительную беседу, а с утра Маня сказала, пожалуйста, пожалуйста, и это сработало, да. Надо понимать Влада, ведь это не боевая машина, не вот такой зверь, которого ты можешь отдать механикам в ночь, и они из полного пепла восстановят его, если ты с утра можешь просто сесть и нажать газ в пол. И это другое, это его талисман, его лучший друг. Я на желтом ежу уже 14 лет, и лет 7 назад, наверное, я принял для себя абсолютно осознанное решение с ним никогда не расставаться. Мне в большинство мест даже неинтересно без этой машины ехать. То есть вот скажи мне, что тебя телепортируют туда, мне неинтересно, потому что настолько сильно мои впечатления и привлечения связаны с тем, что дает мне эта машина, какие знакомства, люди, ситуации, чтобы просто так вот туда перенеслись, мне неинтересно. Ему, конечно, тяжело даются эти действительно гоночные условия, а все-таки мы гран-тур, у нас нет лютого спортивного зачета, и хочется сохранить технику в первую очередь. Должен быть 7 в 41, 7 в 40. Мы на месте и выбрали. 3-4, верно? Красавчик. Сейчас я сверху на меня подожди, я вот прикупал. Молодцы, долбались, правда, но ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Все нормально? Да, вроде пока. Замучились? Очень. Все, карта у нас остается. Спасибо. Счастливо. Все. Спасибо. Осторожно, девчонки. И вот мы на автодроме, крепость Грозная. Здесь действительно замечательно, мы еще не успели до конца осмотреться, но бивак расположился как нельзя лучше. Прямо здесь, рядом с нашим биваком, на территории автодрома находится отель, который мы очень, спасибо, Майн, очень четко забронировали из 15 номеров. Наша команда забрала 12, насколько мне известно. И мы были единственными, кто до этого догадался, потому что этого нет и на каких сайтах бронирования, и нигде. А у нас есть офигенный штурм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня четвертый день ралли, и основные экипажи все уже покинули бивак, все уехали на спецучастки. У меня тоже нарисовалось полчасика перед стартом Гран-тура. И давайте я вам покажу немножко жизнь, как тут все устроено. Здесь у нас в биваке представлена любая техника, например, вот квадроциклы, то есть люди едут в одиночку, также мотоциклы едут в одного. Есть мотовездеходы, это различные баги самых разных конструкций. Штатный класс автомобилей, например, какая-нибудь Toyota Land Cruiser, из которой просто выкинут штатный салон, установлены безопасные сидения, убраны подушки, поменяны колеса, мотор, трансмиссия, подвеска, все остается штатное. Есть такой зачет. Есть внедорожники подготовленные, грузовики капотные, бескапотные. В общем, техники столько, что все и рассказать трудно. Бивак – это такая территория, техническая территория лагеря, которая разбита на разные зоны. Самая большая часть представляет из себя вот такие вот питбоксы, где команда обустраивает сама свою техничку, свой быт. Там есть ремзоны, есть зоны бытовые, ну, в зависимости от размера команды. Вот смотрите, как ребята подготовлены. Они здесь практически как дома. Есть все. Вот полотенце помыть руки, любые стропы, прикрепить любой груз, технические жидкости на той полке, вот там ящик с инструментами. Такой ящик в условиях поля заменяет, в общем-то, автосервис. Есть еще топливная зона, она, как правило, в самом конце бивака. Мы называем ее топливный стол, потому что туда можно прийти, и там спрашивают вам, какого, мы говорим, 95-го. Есть туристическая условная зона, она расположена на входе. Там местные жители, которые сюда пытаются пробиться извне, они могут посмотреть, купить тур. Я видел, здесь группами люди гуляют, им устраивают экскурсию по биваку. Они покупают сувениры. Все в автодроме проходит вот такой желоб, и у каждой команды, рядом практически с каждой палаткой, очень часто расположены вот такие краны с холодной, ну, наверное, не питьевой, но достаточно для того, чтобы умыться водой. А освежаться на такой жаре приходится очень часто. Камаз Мастерс вчера я видел брифинг, они вообще, конечно, красавцы. Они полностью оправдывают свой имидж такой непобедимой команды. Они все стояли в одинаковых полных стойках и их брифовали. Что мы делаем, как мы делаем, какой план, кто там отличился за день, кто там штрафанулся за день. Ну, я так представляю. А вот те два Камаза, они особенные, потому что они едут в гранд-туре, то есть они участвуют не в общем зачете. Их арендовали спортсмены из Китая, по-моему, из Монголии. И они едут вот вместе с нами. Мы, конечно, на их фоне вообще муравьи такие. Бросили в глаза вот эти палаточки. Я так понял, что это места для отдыха персонала. И они напомнили мне азиатские палатки, потому что в Азии очень много людей спят на улице. И они ставят тут похожие тенты. В наиболее обустроенных тентах стоит вентилятор, светильник. И человек лежит буквально, в смысле, на асфальте, на улице, но под москитной сеткой и с телефоном. Не будем их беспокоить, спрашивают, пусть отдыхают. Мы лучше зададим вопрос тому, кто еще не спит. Расскажите пару слов вообще про команду. Сколько человек, сколько механиков, сколько пилотов, сколько машин? 28 человек. Всего здесь? Да. Две спортивных машины, две технички, автодом. Холодильник, стиральная машинка, микроволновка. Самое главное здесь прохладно. А есть какие-то промежуточные итоги? Просто я за основным зачетом не успеваю следить. Как у вас там дела? Третьим мы пока. А вообще рассчитываете? На первое, конечно. На первое? Да. Маст рулит? Принять бой ты всегда обязан. Но если есть возможность обойтись миром, надо идти минным путем. Влад в своем стиле, как пиза, как восьмибитный какой-то процессор. Я тебя тоже покормлю, только там. Страшно это было, конечно, но я же знаю, что здесь фига народу. Здесь реально вызывает физические трудности, а дышку воздуха не хватает. Глаза не закрывай только. Пожалуйста. И вот тут начинаются приколы. Я завидую желтому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова